Впервые за много лет большим творческим концертом отметили День Учителя, Педагоги Дополнительного Образования. В фойе Виновской детской школы искусств гостей праздника встречал эстрадно-джазовый оркестр «Апрельбенд». Коллектив образовался 4 года назад, сегодня в нем играют более 15 человек. Оркестр является лауреатом международного конкурса «Гнессин джаз», лауреат областных конкурсов, всероссийских конкурсов, московских джазовых конкурсов. А на главной сцене концерта открыли воспитанники театра студии детского балета «Арабеск». Этот коллектив также прославляет наш район на различных фестивалях. Под руководством педагога Ирины Церингер ребята изучают классический танец, историко-бытовой и народно-сценический. Вы знаете, такой значимый был конкурс телевизионный «Скрепичный ключ», который проходил в городе Видное. Также мы участвуем все время в международном конкурсе «Семь нот», который проходит в городе Домодедово ежегодно. Ну и, конечно же, в международных конкурсах, которые проходят в Москве и в городе Санкт-Петербурге. Занимаю здесь я 6 лет, и как-то я расслабляюсь в танце и выплескиваю все свои эмоции, то, что накопилось. Это очень приятно заниматься, когда учитель ценит себя и всегда помогает, и направит на нужное русло. За добросовестный труд и вклад в развитие образования 16 педагогов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы Ленинского муниципального района, Совета депутатов и Управления по делам молодежи, культуре и спорту. В приветственном слове глава района Олег Ромов отметил, что большую лепту воспитания подрастающего поколения внесли ветераны педагогического труда. Я хочу сегодня поблагодарить ветеранов педагогического труда наших детских школ искусств за то, что они всегда находятся рядом. Десятки лет воспитывают подрастающие поколения, и мы гордимся их выпускниками. К поздравлениям присоединились глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов и депутат Совета депутатов Ирина Архангельская. Слова благодарности прозвучали и в адрес директоров всех детских школ искусств Ленинского района. Сегодня эти учреждения дополнительного образования посещают большое количество детей, и многие из них потом связывают свою жизнь с творчеством. Юный балалайщик Артем Шихудинов уже покоряет выступлениями не только зрителей, но и профессиональные жюри. За его плечами победа на международном конкурсе имени Рожкова на Дельфийских играх, гран-при международного конкурса «Шаг за шагом». Мама решила меня отвезти в музыкальную школу. Мне предлагали разные инструменты, но мне они не нравились. Когда показали и инструмент, и у учителя, преподавателя Буркаску Людмилу Николаевну, то мне сразу захотелось играть на балалайке. Сейчас Артем готовится к очередным конкурсам. Кстати, выступает он на них не только с сольными номерами, но и в составе ансамбля «Вместе с педагогом». Хотим еще съездить на конкурс Блинова в Екатеринбурге. Нас туда пригласили, поскольку мы там были уже на Дельфийских играх. И для нас специально сделали номинацию «Учитель-ученик». Если он нам удастся, может, нам кто-то поможет финансово, мы, конечно, бы туда съездили. Учебный год только начался, значит, впереди у ребят еще много новых открытий и побед. Но лучший подарок для учителей – успехи их воспитанников.